Также я вам написала рекомендации в прием препарата кланетина. Я думаю, что кланетин даже разжигатель. Нет, кланетина совершенно другие функции в организме, чем мне нравится кланетин. Канетин мне нравится тем, что вообще по хорошему счету, в принципе, при всем заниматься спальзами, я всегда рекомендую сдавать занадесы, как и фаназы, как я занимаюсь кланетин после пакеназы. Хотелось бы сказать показатель, который говорит нам, насколько у нас есть энергообеспечение нашего организма. Если у нас крывка меньше 100, то у нас энергии в организме нет. И в принципе, даже медленные пациенты, которые не занимаются спортом, просто соблюдать диету, просто соблюдать много интуитивную поддержку, крывка их растет, просто за счет того, что я даю им пакетин. Пакетин – это энергоноситель достаточно хороший, но он помогает нам вычислить состояние, и он помогает нам очень сильно улучшить работу нашей щитолидной железы. То есть, ну, опять, если даешь какие-то такие анализы, то есть просто определенные показания по анализу, когда я даю когнитин, вне зависимости от того, занимается или не занимается. То есть, его смысл в том, что он является челноком, который переносит жиры вместо изгорания. Да, и в принципе, в средстве, в средстве, в средстве козыря, где происходит процесс окисления жиров. И, в общем-то, ничего плохого когнитина нет, только даю я ему на три раза в день. То есть, я не говорю, что когнитин нужно пить перед тренировкой один раз. Это не работает. Сразу вам говорю, да, там, три раза в неделю мы выпьем когнитин перед тренировкой. Нет, это не ваши варианты. Да, то есть, ваши варианты приема когнитина каждый год уже есть. Вне зависимости от того, тренируйтесь, вы лечите на диване. Да, потому что тоже есть такое мнение, что когнитин нужно работать только в условиях физической нагрузки. Да, у большинства моих пациентов у них физической нагрузки нет. Поэтому люди, которые сидят в офисе, ездят на машине, и я прекрасные результаты вижу на когнитине. Поэтому единственное, что мы делаем, это сгибаем дозу на три раза. Вот как мы рассчитываем когнитин. Я даю, как правило, 2100 мг на сушку. То есть, оно у меня разделено на три приема пищи. То есть, либо мы его пьем за 30 минут до еды, да, три раза. День, желательно, до утренней часы. Либо, допустим, там, если у вас этот день для тренировка, вы можете его выпить там перед двумя приемами пищи и перед тренировкой. То есть, это допускается. Мы его пьем каждый день. Если вы хотите добиться хорошего когнитина, я это вижу. То принимать когнитин один килограмм нормальный, где-то лучше. Ну, про анализы, я говорю, что там высокий когнитин будет очень хорошая. Разница сразу по анализам. Но я это вижу. Это хорошая вещь, которую действительно используют в медицинских целях. И не только для похудения. Потому что проявлений суровизистентности, проявлений улучшений, у него добавлено достаточно много. И даже терапия кожных заболеваний я использую когнитин.